Продолжаем вот прям в эфире. Сейчас у нас, я думаю, человек, который хорошо вам известный, ну, не хочется говорить бывших политиков, бывших политиков не бывает, ну, человек, который ветеран в латвийской политике, Емонс Буровис. Добрый вечер. Вечер добрый. Да, хотя, конечно, тему, которую мы сегодня будем затрагивать, по понятной причине ничего тут доброго нет, это всё эхо есть, так можно сказать. Это трагедии, должен сказать, нашим радиослушателям, хотя многие об этом тоже знают, что господин Буровис, ну, к сожалению, потерял в этой трагедии сына, он тоже оказался... К сожалению, не только мне, многие потеряли близких, родных, знакомых, друзей. Да, но у вас сын оказался иди этих 54 жертв, этой страшной катастрофы и трагедии. Сейчас, идя сюда вот на эту передачу, вы сказали, что вы всё-таки по понятной причине поддерживаете президента, что он назвал это фактически массовым убийством безоружных людей, а вы мне даже сказали такое слово, фактически даже можно говорить о заказном убийстве. Поскольку вы не только политик, вы ещё имеете юридическое образование, почему заказное? Ведь даже те, кто сочувствует, могут сказать, ну, кто же здесь заказывал? Значит, сегодняшняя юридическая практика такая, если ты что-то утверждаешь, доказывай фактами, или это ложь, клевета и прочее, прочее. Поэтому я буду говорить, я в этом уверен, даже если я этого не скажу вслух, мне так кажется, я в этом уверен, это моё мнение, за это судить уже никак нельзя. Почему я считаю, что это заказное убийство? Заказное убийство в достаточно таком странном положении. Такая ситуация могла быть в любом месте в Латвии, в любой ситуации. Это была уже система отработанная, всего-навсего не было известно, в каком месте и кто попадёт в список потерпевших. Почему? То есть система некачественного строительства? Нет, только. Вот в данном случае, если распределить по ответственности, то строители максима и все вот эти внеседушие, местные чиновники мелкого масштаба, это, так сказать, исполнители, это киллеры, это не заказчики. Как заказчика я мог бы считать, и я так считаю, в этом твёрдое моё убеждение, это человек, который 12 лет отсидел в стуле генерального прокурора страны и создал систему, которая очень легко возбуждает уголовные дела политического заказа. Заказа в то же самое время так перегружена, что вот такие дела уголовного порядка не очень. То есть превратил генеральную прокуратуру в орудие политической борьбы за власть. Я вижу, что сегодня новый генеральный прокурор старается эту систему ломать. Дай бог ему помощь, хотя я не очень уверен, что он это сможет. Вторым человеком, которого я мог бы считать заказчиком, о чём этот человек сам сегодня может даже и смотря в зеркало. Понимаете, латыняне говорят, «Меа кулпа, меа максима кулпа, моя вина, моя большая вина». Это может сказать очень много. Любой человек, который в день выборов шёл к урне, тоже это может себе сказать. Второй человек, которого я бы поставил в ряд как ответственно, хотя бы морально, поскольку законной вины не найдём, это человек, который создал финансовую систему расчётов по системе откатов. В строительстве вы имеете в виду? Не только в строительстве, ну, или, скажем, в строительстве дорог. Извините, каждый день кто-нибудь гибнет, но это всё по одному, по одному. Это списывается на какие-то другие причины. А причина, в общем-то, все понимают, состояние дорог в Латвии. Ужасные. Ужасные. Так вот, этот владелец банков спасал свой банк, спасал свой бизнес. Он, естественно, взял под какой-то финансовый контроль, финансовые потоки этих откатов. Следующих я могу назвать уже как ответчиков за это дело, бывших руководителей рижской фракции ЛСДСП и руководителей партии. По простой причине. Он, как мне кажется, как я в этом уверен, продав партию, начал строить систему этот откатов для пополнения партийной кассы, пополнения карманов. И когда мне предприниматели, которые перед этим работали с Рижской думой, жаловались на то, что откаты где-то порядка 5-7, ну до 10%, то сразу после смены власти, когда пришло ЛСДСП в Риге, мне предприниматели жаловались на откаты, которые возросли до 15-25%. Что означают эти откаты? Это означает, что если надо в стенку бить 100 гвоздей, 25 гвоздей выдерживает, а 75 гвоздей должны держаться все то, что должен был выдержать 100 гвоздей. Вот откуда идет вот это заказное, я сказал бы, убийство. То есть фактически на всем экономят, по сути? Это уже экономят на безопасности. Поймите правильно, все мы платим налоги. За что мы платим налоги? Чтобы государственный аппарат нам обеспечил нормальную жизнь, спокойную жизнь, обеспечил нашу безопасность. В данном случае государственная власть на обоих ветвях, и на самоуправленческом, и на государственном, не справилась с поставленной задачей. Они получали зарплату, получали деньги, не сделав то, за что они эти деньги брали. Значит, это уже убийство по... Манка Рибс, ну, ответьте, я уже и рассказал. Ну, по понятным, да. То есть, понятно, да? В корыстных целях. В корыстных целях, то есть, это уже никак нельзя квалифицировать по нечаянностью. По нечаянностью, ну, это ладно, человек по пьянке взмахнул рукой, столкнул кого-то с лестницей. Это нечаянно убил. Тут уже запланировано, что вся безопасность будет нарушена. Министр, который проталкивает и получает через СЕМ решение по ликвидации контрольной институции по качеству строительства, я понимаю, что их клиентам, строителям легче. Но говорить о том, что министр не понимает, ну, два варианта, тогда не ставьте идиотов на должности. И раз такое получилось, а министры не отвечают. Сейчас, конечно, не справившись с руководством страной, премьер-министр ушел в сторону. Вы думаете, он ушел как бы под влиянием трагедии, или здесь все факторы? Я думаю, все факторы вместе, очень много причин, и ему, так сказать, дали понять, что парень или-или. Я так понимаю, по крайней мере. Но в данном случае вопрос другой. Уходит министр, не закончив. Если бы он ушел на неделю позже, закончив все дела с этой трагедией, я еще мог бы его как человека более-менее уважать, как профессионала, но никак не могу. Но он уходит в тот момент, когда даже эти вопросы по трагедии не решены. Не решены. Спасибо господину Козловскому, который притащил премьера посмотреть. Ты мне столько лет не давал деньги на технику, не давал деньги на обучение людей. Вот посмотри. Посмотри на результат. Он как на шкоде, что котенка притащил. То есть думаете, что это так можно расценивать? Я только так расцениваю, потому что премьер-министру, в общем-то, там делать нечего. Хотя я знаю некоторых бывших премьер-министров, но точно могу сказать, нелюбимый мной Шчайло бросил бы все, среди ночи прискакал бы, и он давал бы распоряжение всем остальным мистрам, что и как надо делать. А этот пришел, показался народу, ах, 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 как плохо, и все. Христа Бога ради, а зачем тогда мне такой премьер? Это не есть руководитель команды. Когда говорят, что не хватает денег, а что мешает, скажем, переставить эту структуру, это парамилитарная структура, что мешает ее поставить на довольствие у Министерства обороны? У нас выжимают 2%. Вот, пожалуйста, самый яркий момент, когда ставьте их на довольствие Министерства обороны, тратьте эти 2% на то, что надо, а не подготовку наемников для войск в маневрах НАТО. А значит ли это, что вы считаете, что пожарные и спасатели могли бы сделать больше, если бы они были учащены? Или здесь в данной трагедии, если честно, это уже не повлияло? Я склоняю просто голову перед теми, даже вот детьми, студенты 1-2 курса, иначе их не зовешь, которые добровольно пошли делать эту страшную работу. Но когда я вижу, как оттуда эти дети выбегают и блюют, они к такому чисто психически, психологически не готовы. Они не очень знают, что и как делать. Ну, слава богу, у нас практики такой не было. Теперь вот такая практика. Я просто уверен, что эти кадеты, которые если вырастут и сохранят желание идти по этой стезе, то они будут отличными спасателями. То есть там были все-таки студенты тоже, да? Ну как, это были кадеты 1-2 курса. Кроме спасателей еще? Ну, кроме самих спасателей. Да сами спасатели там пацаны, но мне их жалко было, потому что когда вот такой парень оттуда выходит весь бледный, ну, я знаю, что такое мне и самому через ДА приходилось проходить. Эти люди отдали свое психическое здоровье, не уж говоря ни о чем другом. Это скажется им несколько лет вперед. Просто я им очень благодарен. Ну, мне лично не смогли помочь. Но то, что у нас в стране, как правило, подготовка аварийных служб значительно ниже, чем это было бы надо, но это как раз вот эта авария показала. И это ответственность всего правительства. Это ответственность из Сейма. Потому что бюджет-то делит кто? Да, естественно, мы понимаем. Так что отсюда ноги растут именно с этого направления. Если мы говорим вот о ходе расследования, такое ощущение, что все хотят свести, ну, по крайней мере, пока. Может быть, потом переквалифицируют, как я уже сказал в самом начале эфира. Пока прокуратура признала, что вот у нас только одна есть статья. Это вот преступления в строительной сфере, которые привели к тяжелым последствиям. Санкция 4 года максимальная. Вы знаете, политические преступления фактически просто невозможно завести в рамках Уголовного кодекса. Я еще раз говорю, на мой взгляд, большая вина человека, который руководил правовой системой страны, чем тех, кто занимались этим строительством. Отвечать будут они. Я знаю, я сам работал на хозяйственных структурах разных уровней. Я, например, моральную вину руководителя этого филиала вижу в том, как она подписала эти... Она или она, я даже не знаю, подписала эту инструкцию, что делать с лучшей тревогой. В то же самое время, зная систему, я знаю, не она ее готовила, ей что дали, то она подписала. Если бы она этого не сделала, она бы там не работала. Понятно, да. То есть ее... Это чисто человеческая ее вина, но она будет сидеть. А тот, кто не вывел людей, видимо, охранник тоже? Ну, охранник. Видите, с охранниками. Охранник имеет свою инструкцию, он делает то, что ему положено. И жена моего сына, когда вот сама она сознание, в общем-то, не потеряла, выползла, вылезла из-под опломбов, подняла... Она тоже была среди... Она была рядом с сыном, да. Она подняла одного из охранников, и первое, что этот человек с поврежденной спиной делал, он бросился, в общем-то, помогать. Они там пару... Кого-то из ребят детей вытащили. И сама жена. И жена, да. Понимаете, люди внутри, они ведь пока приедут охранники, пока приедет полиция, они же там внутри тоже сумели организоваться, сами вытащить. И вот, скажем, я этому охраннику сейчас, ну, слово плохое не могу сказать, потому что если ты сам ранен и идешь помогать другим... И нельзя сказать, что он в чем-то виноват, я не могу этого сказать. А у него, ну, я так слышал, у него и спина повреждена в двух местах. Он даже был в интенсивной терапии, да. Ну, вот видите, да. Поэтому сказать, что этот охранник виноват... Ну, понимаете, вот не зря, Лат-Няне, когда говорят, моя вина, все мы виноваты где-то в чем-то. Сам мы можем найти. А вот, я так понимаю, супруга вот вашего сына, она слышала сирену, да, она подтвердила сигнал? Я не берусь сказать, потому что, видите, мой сын как раз работал в последние годы с вопросами аварийной сигнализации и в других местах. И он объяснял, если бы он бы услышал, понимаете... Наверное, он бы вышел как профессионал. Он бы выгнал бы всех, кого можно рядом. Потому что, понимаете, он был человек с моментальной реакцией, он занимался всеми этими восточными ненаборствами. И если я вижу, когда его нашли, что у него на лице такая, ну, парстая, ну, от неожиданности еще улыбка на лице, хотя он уже весь сгруппированный, то есть, грубо говоря, он-то среагировал, тело среагировало, а он еще не понял, что произошло. То есть это действительно было все внезапно, да? Последняя благодать Бога, что он даже не узнал, что случилось. И поэтому то, что это так быстро все произошло... Не, ну, трудно говорить. Ну, я понимаю, что тяжело говорить. Все-таки, если мы поговорим с юридической точки зрения, вот... Я считаю, с юридической точки зрения, время сейчас очень мало до следующих выборов, распускать все им нет смысла. То есть вы так более глобально, политически... Нет, но вы понимаете, вся ответственность за эту трагедию на этом уровне, там будут эти исполнители, киллеры, скажем так, а заказчики вот на этом уровне все им распускать нет смысла. Правительство ушло, сейчас правительство, а какому правительству мы будем верить? Там же как кубики Лего, но перетасует, и все те же самые лица, и все те же самые. Народ ему верить не будет. Сейчас только один возможный вариант. Тот же Сейм может дать задание президенту, образовать правительство. Президент может быть один в двух лицах, президент и премьер, может сам найти хорошего и не утверждать, а поручить ему это сделать. Да, парламентский контроль остается за Сеймом, но людей, которые сейчас в Сейме тасуют эту колоду, ну, извините, я бы это назвал пляской над костями. Мне это претит смотреть. Хотя я многих знаю, лично как людей, мог бы даже уважать. Отношения у меня с разными, есть кого я уважаю, кого не очень, но то, что они сейчас хором все делают, вся сотня, это пляска над костями. То, что сейчас это происходит, да? Да, это есть, поэтому тут сейчас, ну, аварийная ситуация, вне контроля ситуация была. Мы еще об этом тоже поговорили. Но дело в том, что правительство может работать, если народ верит. Кому народ сегодня может верить из этой сотни? А никому. Из этих партий? Никому. То есть, данный момент... Это не важно, оппозиция, правящая коалиция... Это не важно. Вы, ребята, довели систему до того, что на нас магазин падает на голову. Куда уж дальше, да? Да, уже некуда просто. И поэтому тут надо поручить президенту. Он принял на себя решение потребовать отставку, хотя об этом не говорят, потребовать отставку. Вы тоже считаете, что он вынудил Домбовского уйти? Я уверен в этом. По-другому не могло быть. Домбовский рассказывал о том, что он там что-то думал, думал и придумал. Знаете, в поддержку своих штанов можно найти много разных причин, почему они падают. Дело не в этом. Судя по тому, как у него тряслися руки, мы увидели, да. Ну, я чисто по-человечески думаю, это тоже было ему ужасно страшно, неприятно. Не сама отставка, а вот почему эта отставка. Поймите правильно, люди, которые в истине виноваты, они сейчас глубоко убеждены, что они не виноваты. Хотя вот систему откатов они создались. Нет, себя-то как раз очень легко обмануть. Он лично не думал о том, скажем, бывший генеральный прокурор, он лично не думал, что эта система заведет в гроб одним разом 54, он на это даже не рассчитывал, он этого и не хотел. Но он, первый ответственный, твоя система, руководство правовой системой довела до такого состояния, что легче воровать, чем работать, не воруя в Рижской думе. Янилу очень благодарен за то, что он сумел быстро принять решение, находясь в Нелатвии, потому что службы его работали сразу на следующее утро. Если ему удастся сломать вот эту коррупцию в Рижской думе, я ему земной поклон. Но я не верю, что он это сможет. Вы думаете, что все это в чиновниках укоренилось, да? Это не только чиновниках, это система. Вот когда говорят мистер Твенте, извините, мистер Твенте там на уровне шестерки, потому что он как почтовый ящик. система укоренилась во всех уровнях выше этого. И это уже, эти люди просто не смогут это искоренить. Небольшая пауза на новости рекламы. Емман Бурвис у нас в студии. Оставайтесь с нами. Продолжаем работу в прямом эфире. Емман Бурвис у нас в студии, ветеран латвийской политики. Мы говорим об этой страшной трагедии, об эхо трагедии. Сегодня начальник госполиции, господин Кюзи, заявил о том, что, ну, все-таки 95 лет полиции нужно сделать все, по крайней мере, это дело чести, чтобы вот это преступление было раскрыто, да, и чтобы виновные понесли наказание. Есть ли у вас такая уверенность, что это будет? Ну, мы уже, правда, сказали, кто должен быть на самом деле искать подсудимых. Но вот это расследование, полиция делает все возможное, на ваш взгляд. Я понимаю, что вы не посвящены нюансам расследования, но тем не менее. Я, честно говоря, даже зная самого Тюзиса и зная там Гришина, еще некоторых людей уверен, что они стараются сделать то, что не могут. Мы не давали работу, да. Вопрос, что они могут. Да. Ведь в их руках тоже молодняк достаточно невысокой квалификации. Все ушли, да? Ну, как, профессионалов расхватывает частные фирмы. Все эти зарплатные вопросы, извините, работа эта достаточно противная, трудная, нудная. Семью, видишь, ну, несколько реже, чем хочется. И поэтому я не уверен, что там люди, которые отработали 15 лет и которые научились работать, 15 лет, я почему называюсь, 15 лет, они имеют выслугу. Вот. Если они имеют выслугу, то себе пенсию они уже обеспечили. В этот момент они начинают думать, что делать с детьми, которые подросли, пора их в школу посылать. Им уже нужны деньги. И, естественно, кто могут, находят частные фирмы, которые уже вот этот опыт используют. Если эти люди ушли за деньгами в фирмах, где оплачивают, кто остается? Следующий молодняк, который опыт набирается. Они честно будут работать, что могут. Но смогут ли? То же самое, как вот с этими спасателями. Они не имеют такого опыта. Они пока еще не могут, даже если они по-честному очень хотят. Да, к сожалению, такова ситуация. Еще хотелось задать вопрос, возвращаясь вот к этой всей политической ситуации. Вот вы сказали, что президент, в принципе, должен был в этой ситуации взять ответственность на себя. Президент очень старается не нарушить права данной с отверстием. Вот, я хотел. В данном случае он мог бы предложить, я бы на его месте это бы сделал, Сейму оставить за собой на эти 10 месяцев парламентский контроль и дать ему поручение от Сейма самому создать, возможно, даже руководить кабинетом министров. Потому что любые политические министры эти 10 месяцев будут заниматься только одной работой, подготовкой к выборам. Но по Конституции ведь президент, наверное, не может возглавлять правительство. Он может там собирать заседание. Понимаете, у нас доминируют сейчас два мнения. Одно мнение чисто советского времени. Все, что не разрешено, это запрещено. В Латвии мы вроде от этого отреклись. Все, что не запрещено, то разрешено. В данном случае Сейм своим решением может принять такое решение и поручить президенту. И тогда сатверсм не нарушено. Ситуация стабилизируется, потому что, ну, как бы оно ни было, как бы эти ребята ни хотели, там много и хороших, умных, честных людей. Но сейчас народ им не верит всей сотне. Они не смогут создать правительство, которому поверят. То есть даже если будет так называемая, я сейчас фантастическая версия, все внутрь из фракций, даже в этом отношении. Народного спасения или народного доверия, когда все... Называйте, как хотите, этому правительству, этой структуре народ верить не будет, потому что кубики лего там собраны 100 штук. Да. Не способных 100 штук сейчас управлять этой ситуацией. То есть это правительство народного... Да ничего не получится. Тут надо по другому пути идти. У нас много звонков, одевайте наушники. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, господина Бурвису Соболезнования. Спасибо. Дай Бог, перенести это полегче. Вот. И у вас москва промелькнула про то, что надо подчинить этой армии, да? Так вот, ну сколько, месяца полтора назад слушал. Вы знаете, в России, на которую тут молились некоторые наши соотечественники, Сергей Шойгу, нынешний министр обороны и создатель, вот этой всей системы спасения, он выдвинул эту идею, что вот российскую всю эту систему после тех трагедий, которые произошли там на Амуре, вот это наводнение, все подчинить министерству обороны. Он тот человек, который создал этот спасатель. Честное слово, я с ним, он со мной не консультировались. Ну, в принципе, это вот идея правильная. В принципе, в данном случае, если безвисходная ситуация, скажем, армия берет под контроль неправильную или неправильную ситуацию в Египте, в Сирии и прочее, прочее. То есть, армия, как правило, очень организованная сила. Она имеет вертикаль. Там не бывает такое, что я решил одно, следующее поступение делает по-другому и доходит до того, который не способен вообще не принять решение, не что-то сделать. В армии, как правило, люди подчиняются команде, но, увы, кто-то должен думать. Мы сейчас пришли к такой же ситуации, что эти ребята, которые были профессионалами, они ушли кто на заслуженные пенсии, кого подсидели и так далее. Я глубоко уважаю тех, которые сегодня руководят службой спасения, как она у нас там, ВУКД. Это очень трудная служба, сложная, но, понимаете, эти ребята, они не прошли, может, до конца каждую ступенечку и в силу объективных причин вышли немножко быстрее наверх, чем имеет опыт. Им сейчас нехватка денег, чтобы обучаться самим и обучать молодняк, который приходит на уровне низшей ступени. И поэтому есть только один вариант. Если мы вынуждены, согласно наших соглашений, платить эти 2% на подготовку, ну, чем мы занимаемся, наемников для операции НАТО, то почему бы часть из этих денег не положить на подготовку кадров по службам спасения, которые тут нужны. Поймите правильно, это не чужие деньги, это вы платите налоги. Конечно. Государственный аппарат обязан обеспечить вас спасением. В случае чего? В данном случае ситуация показала, что деньги, которые даем на оборону, уходят на операции НАТО. Возможно, надо, я не спорю, надо, не надо, другой вопрос. Но не хватает денег на службу спасения. Тогда почему бы не подключить службу спасения, но хотя бы временно передать их на ведение Министерства обороны. Еще еще звонок. Мы приедем. Добрый вечер. Слушаю вас. Добрый вечер. Вы знаете, вот в советское время, значит, на Прибалтику, мне память, может, не изменяет, или я ошибаюсь, было 2 или 3, значит, полка гражданской обороны, значит, которые подчинялись вот именно министру обороны. Это раз. Но в наше время, для нашей республики это бессмысленно. Я объясню, почему. Согласен. Потому что, значит, вот эти ребята, спасатели, это практически пожарные, которые, кроме вот такой трудной работы, которая, дай бог, не так часто бы у нас случалась, занимаются в основном тушением пожаров. И если они будут в ведении Министерства обороны, это будет немножко бессмысленно. Это зависит от людей. Ну, это мое мнение. Второе, вот, а вот ваша идея насчет того, чтобы президент возглавил правительство, очень интересно. Я поясню, с какой точки зрения. Мы бы, значит, если бы это был бы Затлерц, ни в коем случае. Спасибо, я согласен. Да, вполне подходящая кандидатура. И мы бы посмотрели, что означает президентская республика. Вот все минусы и плюсы, когда президент обладает полномочиями премьера. Вот мы бы убедились, это было эффективно для нашей республики или нет. Вполне заманчиво, я лично за. Вы просто дали еще один аргумент в пользу этого предложения. А вообще, Ниман, вы вообще сторонник президентской республики? Не в связи с этой трагедии? Понимаете, даже не в связи с этой. И да, и нет. Как человек, который проходил административные службы на хозяйственном уровне, понимаете, демократия где-то должна кончаться. У меня тоже, мои коллеги, вот я создавал несколько служб, работал на заводе, люди знают дело лучше меня. Я достаточно демократично давал возможность каждому внести лептю при подготовке решения. Маленький нюанс. В тот момент, когда я, как директор завода или как начальник службы, принимал решения, дальше дискуссии не было. У нас на сегодняшний момент проблема именно в том, что те, кто принимает решение, часто боятся советы подчиненных, которые по каким-то вопросам умнее их самих. Это нормально. И с другой стороны, отдают приказы, и когда подчиненные видят, что этот приказ невозможно выполнить, то уже очень сложно его бывает внедрить в жизнь. То есть, ничего не бывает абсолютным. Все должно быть с пользой для дела. У нас на сегодняшний день дело одно. Человек идет в институт, учится что? Он учится профессии? Нет, он учится делать деньги. И дальше это бизнес. Вот, скажем, я то, что говорил за систему откатов. Банк спасал себя, банк обеспечивал себя работой за счет заказов самоуправления. Он создавал систему откатов, вернее, не саму систему, а финансовые потоки этой системы. И в результате он тоже со-виновник, со-заказчик этого убийства. Притом, это убийство могло быть не в максиме, оно могло быть где-то на каком-то мосту. Не дай бог, это, правда, пластмасса, надо по голове это достучать. Не дай бог, вот это Гайсмаспилс, который... Неужели вся эта трагедия может еще повториться, даже страшно так произносить? Я очень бы этого не хотел, но я не вижу сейчас гарантии, что это не произойдет. Я не вижу. И то, что люди сейчас рискают сначала по максимам, потом по Риме и так далее, и так далее. В Юрмале урешение вообще все общественно значимые объекты проверить. И там сейчас хвост через плечо и все бегают и крутятся, проверяют. Потому что мы не знаем, особенно у последних лет постройки. Может, они тоже жертвы откатов, да, со всеми вытекающими. Вполне возможно. Этого никто, ну, скажем так, я даже в этом уверен, хотя, я еще раз говорю, у меня данных нет, я не могу уверять, что это так. Но это мое убеждение. И поэтому, что мы знаем в Риге? Мы знаем, что система отката создана. Я могу считать Нила Ушакова самым честным или наоборот самым бесчестным. Но в любом случае эта система есть, эта система работает. И ситуация-то такая, что если ты не работаешь в этой системе, ты достаточно быстро, не поймая, почему окаживаешься за бортом. Ты вне этой системы. То есть, чиновником ты уже не будешь больше, да? Ну, не только чиновником не будешь. Тебя просто не подпустят к этому делу. Для этого существовала эта генеральная прокуратура, которая быстро закручивала уголовные дела надутого свойства, которые на судах, как правило, разваливались. Ну, в данном случае, мое дело тоже. Я на суду доказал, что я деньги не призвал, но прошло 8 лет, убитая часть жизни, и никто не виноват. А я за бортом этой вот кипушей деятельности, да? И в этом отношении это также многими были. Да-да-да, я сейчас некоторые судебные... Я просто не хотел... Некоторые судебные процессы, не будем назвать фамилии, уже идут 10 лет отметили, 11 год потом. Естественно, но они закручивались тогда. Если есть дело, если есть доказательства, когда тебе доказательство считает измышление прокурора, а прокурор это измышляет только потому, что им и приказано так думать. И вот на суду, извините, суд за или против, а он не может, ну как, ну невозможно особенно человека с деньгами засудить, если потом адвокат докажет, извините, судья был непрофессионал в лучшем случае, или подкуплен в лучшем случае, да? Тут, понимаете, эти игры уже судья-то уже за свою будущность тоже думает. Он не хочет ударить лицом в грязь перед народом даже. Да. Вот такая вот ситуация. ситуация, да, ядро сейма, как пресень, распространяется все больше и больше. Ну, понятно, что какой уровень у нас доверия к парламенту, правительство, видимо, тоже, поэтому, может быть, вы и правы, что президент должен на себя взять... В данном случае я не вижу другого выхода, просто не вижу. Я не за то, чтобы президентская республика, я еще ее не попробовал на своей шкуре, и то, что было, она называлась не президентская, а госсекретарская республика, мне не понравилась, скажем, как есть. Путинская республика, я там сейчас в процессах внутри нету, я не вижу, я не могу сказать, правильно или хорошо, может, в России по-другому нельзя. Может быть, нельзя, учитывая ее масштаб и специфику. Но обращу внимание, тот же Каддафи, он был кто? По должности. А он не был никто. У него был просто титул отец нации. Да, никто. Да. Было там правительство, да. Но его мысли, его контроль за государством давал какой-то положительный эффект. Ну, кому больше, кому меньше. Сейчас мы видим, какой эффект у него. Сейчас там эффект кровавая каша. Да. И только что они объявили, что сейчас будет основной источник права, это шариат. Ну, а кому не нравится, понятно, да. Опять-таки, я не против даже шариата, если на то пошло. Нет, просто я имею в виду если люди живут по закону, а когда у нас закон как дышло, повернул куда... Нет, я просто к тому говорю, что хотели, наверное, Ливию сделать западной демократией. Ну, вот ответ понятен. Любая вера, хоть христианская, хоть мусульманская, предусматривает какие-то основы демократии и какие-то... Но свои. Свои. Свои особенности. Не нужно насаждать ничего, да. Поэтому, если я сбоку пришел, я бы им дал бы кучу умных советов. Если бы они их использовали, для них бы они просто не подошли бы. Конечно, вот я к этому и веду. Потому что они не... Ты не нужно со своим уставом, не нужно было в Ливию вмешиваться, да. Пускай они хотят жить по шариатам, это их право. Окей. Это можно помочь, если ты видишь что-то лучше. Вот на сегодняшний момент опять все советы по рижскому самоуправлению. Я тоже не совсем за вот этой карты рижанина. Но я ни от кого, от оппозиции не слышал, а что ты предложишь лучше. Это, возможно, не лучшее решение. Но оно пока единственное. Других нет, да? Других нету просто. Значит, то, что есть, предлагается сделать, это нет. А что тогда? А дальше кричать, а ты не справляешься с обязанностью. Ты дурак, ты дурак, сам дурак. Поэтому, когда католики говорят «Моя вина, моя вина», они очень, кстати, недемократичны, потому что у них папа впереди, герцог, король или кто-то впереди, но в то же самое время, говоря «Моя вина, моя вина», они осознают свою вину. А это уже как раз есть, это демократия. Я вижу свою вину, что я мог бы сделать лучше. Я в свое время не закрыл дорогу одному подонку, потому что драка у меня была с его отцом. В результате они оба убийцы моего сына, и я частично соучастник. Мне это тоже болит, что я мог по-другому это сделать. Хотя не знаю... В смысле, во время голосования? Нет. Почему во время голосования? Я внутри партии ушел, отошел в сторону, не боролся как надо. Я не свалил ни отца с его стула, ни сына с его стула. Если бы я это сделал, может быть, было бы лучше. Может, были бы другие люди, не было бы такой системы отката. Но у меня гарантии тоже в этом нет. Я пока смотрю на свою вину, как я ее вижу. Да. Понятно. Ну, будем надеяться, что какие-то выводы будут. Вот сейчас, во время этой трагедии, многие говорили о том, что общество наше небеножднёжное. Я сейчас не говорю о политической элите, об обществе. Ну да. Потому что, действительно, ну, к сожалению, только в горе, но, тем не менее, такого сплочения в Латвии, наверное, со времен, не знаю, каких годов, не было. Я могу сказать одно. Я не предвижу сейчас в залитуде дискуссии по принципу «я латыш, а ты русский». Да, я поэтому и говорю, что такого сплочения общества... Понимаете, я вот считаю, вот эти 54 человека, возможно, сделали и выполнили последнюю задачу им от Бога. В течение десятилетий у нас люди были, что вот идешь по улице, увидишь издали, переходишь на другую сторону улицы, чтобы не встретиться с этим человеком вблизи. Возможно, сейчас они нас собрали вместе в одну кучу, что мы найдем силы и ум, чтобы перейти обратно через эту улицу. И не для того, чтобы сказать что-то плохое, а чтобы помочь встречному, чтобы сделать что-то хорошее. То есть, в принципе, вы видите, что есть такие здоровые тенденции. Я вижу, это было поручение Бога этим 54 погибшим. Они могли нас свести вместе. Вот на похороны моего сына где-то 250-280 человек пришло. Друзья мои, друзья сына, они друг друга многие не знали. Вообще никогда. Вообще. И может не узнали бы. Сейчас у них есть эта возможность узнать другую сторону, попытаться понять, что она думает. Это возможность. Бог дает возможность. Что сделает человек? Это от человека зависит. Да, спасибо большое. Ну что, посмотрим, какой будет сигнал усвышен. Еще раз, может быть, такой последний вопрос, уточняющий все-таки у вас, как у ветерана в ответственности. Вы сказали, что вот президент, вот мы все время эту мысль, мог бы взять на себя ответственность, но для этого, как вы правильно заметите, должно быть какое-то получение от Сейма. Это значит, что эти 100 человек, как бы мы к ним не относились, не будем всех одной краской мазать, должны тоже проявить свою политическую волю. Мало того, что президент стукнул бы кулаком. Это и есть политическая воля, принять решение. Вот это и есть. Президент, кстати, кулаком не стукнул. Нет, ну это я, да. Он просто показал, ребята, то, что выдвигает, это несколько несерьезно. Да, это мягко говоря. Мягко говоря, да. Я бы, скажем, даже бы, вот я бы сегодня бы, был бы я в Сейме, я бы написал бы, это очень коротенькое постановление Сейма. Кабинет президента может такое подготовить. Это несложно подготовить и это не противорочит соответственно. Но это можно только в одном случае. Если люди, руководящие партиями, которые в Сейме, хотят помочь стране, а не себе на выборах. Да, ну что ж, будем надеяться, что и это ваше мнение будет услышано, потому что очевидно, что мы подошли к какой-то черте, где, как вот раньше было принято, что дальше так жить нельзя. Да, так сказать. Наверное, здесь нужно... Увы, можно жить и так, но это очень неприятно. Очень неприятно, да. Я понимаю. Иван Бург, это у нас был в студии. Большое спасибо. И вам спасибо большое.